В Алакжане активно готовятся к Новому году. Так, например, учащиеся 37-й школы смастерили несколько сотен новогодних игрушек. Лучшие работы будут украшать городские елки. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Мы долго думали, не знали, что придумать. Потом по телевизору смотрели передачу про 19-й век. Я подумала, что можно взять какие-то старые туфли мамины и покрыть их золотой краской. Мама школьницы работает реставратором, поэтому с удовольствием помогла дочери оформить туфли и получилась такая красивая и необычная новогодняя елочная игрушка. Сейчас ребята всех школ и даже детских садов вместе с родителями и педагогами фантазируют на новогоднюю тему. Все они могут стать авторами игрушек, которые украсят елки в микрорайонах города. Ребята принимали абсолютно все участие вместе с родителями с 1 по 11 класс. Ну и что, наверное, самое интересное и удивительное, что в этом году огромное количество старшеклассников приняло участие в этом конкурсе. Ограничений по изготовлению игрушек нет. Изделия может быть любой формы и из любого материала. Для учебных учреждений каждого района определена лишь цветовая гамма. Школе номер 37 досталась яркая расцветка. Использовать можно красные, золотые и желтые цвета. Всего в этом году в Вологде будет установлено около 50 новогодних елей. И в разных микрорайонах они будут украшены в разных цветовых гаммах. Например, на елочках в сквере по улице Московской, на площади Чайковского, в поселке Мелиораторов и еще в нескольких точках города украшения будут золотисто-красными. В поселке Молочное и в Лосте на елках можно будет увидеть игрушки синего, красного и желтого цветов. Все это создаст еще больше новогоднего и праздничного настроения. Я люблю в Новый год больше всего подарки, когда Дед Мороз приносит всем игрушки там, всякие разные. Готовиться к Новому году начали в культурно-досуговом центре забота. Здесь состоялся мастер-класс новогодней фантазии. Как, например, сделать вот такую елочную игрушку из макарон, вы сейчас и узнаете. Берете клей, макаете и начинаете, например, снизу. Раз, приклеено. И так подряд рядами. Золотые или зеленые ели, красивые шары и другие изделия можно сделать из макарон. Это совсем не сложно. Главное, аккуратно с помощью клея прикреплять макароны на макет фигуры. Так очень интересно поставить, например, гостям под салфеточку маленькую елочку, можно поменьше размером. Очень будет интересно. Сделать красивый и необычный сувенир или елочную игрушку можно и из подручных средств, даже из старых газет или рекламных буклетов. Мы берем вот эти рекламы, находим средину, сшиваем, чтобы с этой стороны было 27 или 24 листа и с этой стороны. Затем начинаем гофрировать. Вот такая гофрировка идет. Потом эту фигуру можно украсить по своему вкусу. Преподаватель мастер-класса Моника Александровна в качестве украшения разрезала на полоски тонкие разноцветные полиэтиленовые пакеты и фольгу. Такой необычной елочки точно ни у кого не будет. Вообще нисколько денег не истрачено на такую елку. С приближением Нового года все больше Волокжан украшают свои дома красивыми праздничными фигурками и гирляндами. У тех, кто не успел это сделать, время еще есть. Тогда сказка и красота каждого дома подарит новогоднее праздничное настроение каждому жителю и гостю нашего города. Ведь Вологда – это новогодняя столица России. Полина Салта, Максим Тышковец, Михаил Прещев. Вологда.Портал. Продолжение следует.